Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о росте числа зараженных коронавирусом в России, оно достигло 93 человека. По ее словам, под медицинским наблюдением находится около 15 тысяч человек. Из них 86 случаев завозные, остальные контактные. Голикова уточнила, что 4 пациента уже выздоровели, еще 79 остаются на стационарном лечении. Вице-премьер поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на COVID-19 во все регионы, которые готовы принять их в своих лабораториях. Кроме того, Минтрут обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, находящиеся на карантине, не теряли доход. Деньги будут выплачивать авансом, до закрытия листа нетрудоспособности. Также нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения, добавила Голикова. В стране уже налажено ежесуточное производство до 100 тысяч тест-систем по выявлению коронавируса. Сейчас мы производим до 100 тысяч тест-систем в сутки, сказала Голикова и добавила, что всего изготовили около 710 тысяч. В регионы поставлены 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысяч тест-систем будут направлены сегодня и завтра, заверила вице-премьер.